Болгарка в руках, час работы и участок муниципальной земли скоро окажется свободным от незаконного объекта. Несколько лет назад этот каркас выполнял роль основы небольшого торгового павильона. Потом магазинчик закрылся, а его хозяин не продлил договор аренды на землю с администрацией района. Требования демонтировать строение проигнорировал. Началось судебное разбирательство, но даже после вынесения решения о принудительном сносе, собственник ничего не предпринял. За дело взялись судебные приставы. В настоящее время службой приставов осуществляется исполнение решения суда. Гражданин, который возвел данный объект с 2013 года, был обязан за свой счет демонтировать данный объект и освободить земельный участок. Только в прошлом году было направлено 130 писем в полицию для принятия мер по пресечению фактов несанкционированной торговли и размещения нестационарных торговых объектов вне утвержденной схемы размещения. Хотя специалисты отмечают, что подобного рода явлений в районе становится все меньше. В администрацию поступают различные жалобы, обращения организаций, предпринимателей, граждан. Мы обязаны реагировать. И в принципе, ежедневно проезжая территорию района, проводя мониторинг соответствующий, мы тоже обнаруживаем факты несанкционированной торговли, факты размещения объектов. К незаконным объектам в Суче относятся не только торговые точки. Борьбу ведут и со строителями якобы жилого фонда, а по факту с простыми мошенниками. С начала года отделом правового обеспечения земельного контроля подано в суд 205 исковых заявлений о сносе самовольных построек. Уже принято решение об аресте, наложению запретов на ведение строительных работ и подключение спорных объектов недвижимости к инженерным коммуникациям. В бюджете 2017 года мы предусмотрели средства в размере 13 миллионов рублей на снос незаконных строений. Небольшие деньги, но я думаю, что на примере тех зданий, которые мы будем сносить, остальным будет неповадно. Когда мы сносили такое здание в Адлере, в Эмеретинской долине, хочу сказать, что на два месяца незаконное строительство в городе просто было замерло. Сейчас в Сочи самовольные постройки выявляют, как правило, на начальном этапе строительства. Часто эти действия позволяют спасти будущих покупателей от обмана и потери денег. А для застройщиков такие методы являются прямым призывом отказаться от преступных схем работы.